Не могу вакцину перенести, понимаете, то есть вот в чем вопрос, а люди, понимаете, в чем вопрос состоит, я просто даже это не объясню на камеру, а люди, которые уезжают, все равно почему-то с них требуют и паспорта, и бешенства, и все остальное, я удивлен, хоть они выбежали, даже был паспорт, они выбежали здесь, я говорю, так, с помещения, а все равно требуют. Ну опять же, если мы перейдем на вакцину, все равно смысл нет, перевозить ее исходно. Плюс два, плюс восемь, я вам покажу, у меня работает. Работает? Да, там УПСР-спределитель, он успел сработать. Значит, они до войны оперировать этот, что я там молодой. То есть даже если мы привезем, смысл нет? Кого? Вакцина. Нет, у меня есть смысл, только я надо в холоде привозить. Да, там и у нас. Ну, так мы, может, какой-то, вот, получается, нам какой-то мини-холодильничек, для того, чтобы привезти вакцину. Вот проблема в том, что негде приобрести вакцину. Негде, да. Не, у нас есть где. Ну, я же говорю. То есть мы теперь сейчас, есть задача. Приобрести в Донецке вакцину и в холодильнике ее привезти. Вам, у вас есть возможность ее хранить. Да, я хочу. Вот, пошлите. Есть вопрос? Есть задача, нужно решить данную проблему. О, вот генератор есть. Вот генератор, просто распределитель, я не буду лишний раз открывать. Вот, в основном, видите, не пища. Вот, поняли? Вакцина. То есть люди, когда... Но я долго держать не буду. Давайте, давайте закрывайте. Да, потому что он разряжается. Тяжело. Да. И вот, мне, например, вакцина больше нужна... Вот. Набиваковская. Набивак, понятно. Да. Но она, нет, она котируется, когда за границу. Угу. Понимаете? Ну, любая, которая котируется за границу, я понимаю. А потому что другие вакцины, они не проходят антитилак. А с нами паспорта у вас есть, да? Нет, и паспорта нужны. Паспорта нужны, да? Да, потому что у меня есть. Кстати, у меня паспорта, те, что я печатал в Донецке, которые мне нужны были 10 лет, сейчас использую.